Здравствуйте, уважаемые друзья! Уважаемые телезрители, вы смотрите очередную передачу из серии «Публичная дипломатия». Напомню, что в рамках этого проекта мы обсуждаем актуальные проблемы внешней политики, которые стоят перед Приднестровьем. И с помощью экспертов, представляющих самые разные социальные и политические слои, пытаемся найти оптимальные для нашей республики пути развития. Сегодня мы поговорим о перспективах развития евразийского пространства как в политическом, так и в экономическом смысле. И о влиянии происходящих там интеграционных процессов на ситуацию как вокруг, так и внутри Приднестровья. Тем более, что в соответствии с разрабатываемой новой концепцией внешней политики, вхождение нашей республики в Евразийский союз станет для нас приоритетной задачей. Итак, я представляю гостей нашей студии. Заместитель министра иностранных дел Приднестровья Виталий Викторович Игнатьев. Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований Василий Борисович Каширин. Директор независимого центра аналитических исследований «Новый век» Елена Михайловна Бабкова. Руководитель конгресса русских общин Республики Молдова Валерий Иванович Клименко. Директор центра исследований южноукраинского пограничья Владимир Кузьмич Коробов. Вице-президент торгово-промышленной палаты Приднестровья Юрий Григорьевич Ганин. Кандидат экономических наук, заместитель декана экономического факультета Приднестровского госуниверситета Иван Николаевич Узун. Заместитель председателя государственного таможенного комитета Приднестровья Борис Федорович Панько. Начальник управления публичных коммуникаций Министерства иностранных дел Приднестровья Игорь Петрович Шорников. Перед началом обсуждения предлагаю посмотреть небольшое превью о том, что же на самом деле сейчас происходит на постсоветском пространстве в сферах политики, экономики, создания единой таможенной территории. Итак, внимание на экран. Идея Евразийского Союза не так нова, как кажется. О подобной форме объединения государств на пространстве Советского Союза писали еще в 30-х годах прошлого века. Проект Евразийско-Азиатского Союза перед распадом СССР предлагал академик Сахаров. Но в начале 90-х идеи независимости и суверенитета затмили здравый смысл. Республики Советского Союза официально оформили развод и стали жить порознь. Первые 10 лет постсоветского периода прошли в борьбе за выживание, каждая из бывших республик СССР справилась с этим по-своему. О необходимости интеграции думали и в других бывших советских республиках. На рубеже 20-го и 21-го веков Россия и Белоруссия создали сообщество, а затем союзное государство. Назревала необходимость в более масштабном объединении. Его основой стал Таможенный Союз России, Белоруссии и Казахстана. С середины 2011 года таможенный контроль между этими странами отменен. Уже подсчитана выгода для стран-участниц Таможенного Союза. К 2015 году Россия может получить около 400 миллиардов долларов, а Белоруссия и Казахстан – по 16 миллиардов. Параллельно с созданием Таможенного Союза, его участники работали над образованием надгосударственного политико-экономического объединения. Оно получило название «Евразийский Союз». Справка. «Евразийский Союз» – проект конфедеративного союза государств с единым политическим, экономическим, военным, таможенным, гуманитарным, культурным пространством. Объединение создается на базе Союза России, Казахстана и Белоруссии и соответствующих отраслевых тесных интеграционных структур СНГ, Евразийского экономического сообщества, единого экономического пространства, организации договора о коллективной безопасности Таможенного Союза. В ноябре 2011 года лидеры России, Белоруссии и Казахстана подписали декларацию о евразийской интеграции. Это один из этапов интеграционного строительства. Он предполагает создание единого экономического пространства. По мнению Владимира Путина, Евразийский Союз способен стать одним из полюсов современного мира. Убежден, создание Евразийского Союза, эффективная интеграция – это тот путь, который позволит его участникам занять достойное место в сложном мире 21 века. Только вместе наши страны, способные войти в число лидеров глобального роста и цивилизованного прогресса, добиться успеха и процветания. 1 января 2012 года на территории трех стран-участниц Таможенного Союза начало действовать единое экономическое пространство. Сегодня уже создана Евразийская экономическая комиссия. Она будет контролировать до 170 функций Нового Союза. Политическое устройство Нового Союза предполагает также создание Совета глав республик и глав правительств Евразийского Союза, парламента и Совета министров Союза, а также других органов управления. Экономическая выгода для участников этих интеграционных процессов очевидна. Благодаря уменьшению затрат на перевозку сырья и экспорта готового товара, цены на товары снизятся, а средняя заработная плата вырастет. Увеличение спроса на товары приведет к наращиванию производства. Президент России Владимир Путин заявил, если процесс интеграции будет проходить так же энергично, участники процесса смогут подойти к реализации идеи создания Евразийского Союза к 2015 году. Сейчас процесс консолидации государств, стремящихся к геополитическому единству, быстро развивается. Приднестровье всегда ощущало себя частью пространства, которое теперь именует не иначе, как Евразийское. Именно сегодня наше общество должно приложить усилия, чтобы не упустить момент, когда еще есть возможность стать непосредственным участником Евразийского проекта. И тем самым дать возможность нашим предприятиям работать по цивилизованным схемам, придать импульс развитию экономики и социальной сферы, в конце концов реализовать волю нашего народа, выраженную на референдуме 17 сентября 2006 года. Нужно отметить, что еще в феврале президент Приднестровья Евгений Шевчук, выступая в Москве на конференции, посвященной теме развития Евразийского экономического союза, отметил, что для Приднестровья интеграция в эту структуру, цитирую, «возможность развития и решения большинства существующих экономических проблем и создания условий для мирного политического регулирования молдоприднестровских отношений в интересах народа в Приднестровье, Молдавии, Украине и России». Недавно этот тезис появился и в основе разрабатываемой Министерством иностранных дел Приднестровья «Концепции внешней политики Приднестровья». Хотел бы адресовать первый вопрос заместителю главы МИДа Приднестровья Виталию Игнатьеву. Виталий Викторович, почему именно такой подход продекларирован? Я думаю, все понимают, что исторические цивилизационные основы Приднестровья, культурные и идеологические основы, они, безусловно, сориентированы на восточный вектор. И здесь я считаю уместным вспомнить процессы образования Приднестровской Молдавской Республики в 90-е годы, когда именно Приднестровская Молдавская Советская Социалистическая Республика выступила одним из частей островков распадающегося Советского Союза, которая заявила о желании сохранить интеграцию, сохранить единство. И современное международное пространство, мировые тенденции, глобальные тенденции в области финансов, в области экономики свидетельствуют, что нет альтернативы объединению, нет альтернативы укреплению и развитию всесторонних и максимальных связей в различных сферах. И, безусловно, Приднестровье является частью мира, частью международных отношений. И, безусловно, Приднестровье ищет свое место в этом сложном, изменяющемся мире. И в этой части необходимо отметить, что Приднестровье всегда ощущало и реализовывало неразрывную связь с восточным вектором, связь с Российской Федерацией. И, безусловно, следующим логичным шагом является поиск механизмов, поиск путей включения Приднестровья в евразийские интеграционные процессы, которые сейчас происходят. И я хотел бы обратить внимание, что в современных условиях поиск этих процессов и нахождение возможностей усилиями всего государства и общества, усилиями всех ветвей власти, усилиями гражданского общества, научного сообщества, экспертов с привлечением поддержки российских специалистов, российских научных экспертных структур, является, на наш взгляд, нашей главной стратегической задачей, как внешнеполитическое ведомство Приднестровской Молдавской Республики. Именно сейчас, когда закладываются институциональные основы работы и формирование будущих евразийских механизмов, безусловно, Приднестровье в этих условиях необходимо активно стремиться к поиску и к возможному даже содействию в реализации этих процессов, потому что Приднестровье изначально обладает многими элементами, чертами, которые делают нас составной частью Евразийского Союза. По большому счету, мы уже готовы, готовая область, готовый сегмент Евразийского Союза с межнациональным миром и согласием, с единым пониманием ценностей и интересов. Мы являемся российско-культурным многоязычным обществом. И, безусловно, я думаю, что наш опыт, Приднестровский опыт, наш формат государства и социума является востребованным и интересным для более глобальных игроков, для тех процессов, которые происходят на пространстве Союза независимых государств. Поэтому, мне кажется, что современный этап является, на мой взгляд, очень актуальным и очень важно не пропустить его и активно включиться в самую серьезную, в самую глубокую и сложную работу. Но, я думаю, это задача не просто внешнеполитического ведомства, это задача всего общества и государства. Вот мы сейчас говорим об интеграционных процессах. В основном все эти процессы сейчас лежат на поверхности, они широко освещаются. Гражданское общество также активно следит за этими процессами. Хотелось бы знать, что именно думают наши граждане о том, что они видят. Что думают о тех процессах, которые происходят на постсоветском пространстве. Какое они высказывают мнение относительно вектора развития нашей внешней политики. Хотел бы с этим вопросом обратиться к директору Независимого центра аналитических исследований «Новый век» Елене Бабковой. Что показывают исследования социологов? Исследования социологов показывают, что, конечно, эта идея очень популярна в преднестровском обществе. У людей очень высока потребность в присоединении к какому-то государству сильному, мощному, которое способно их защитить. И Россия, которая сейчас возглавляет вот эту идею евразийской интеграции, которая, в общем-то, является лидером этого процесса, она всегда была как страна-правоприемница Советского Союза очень популярна именно вот в этом контексте. В контексте мощной, сильной державы, в которой жили граждане Приднестровья, в общем-то, ну, скажем так, до совсем недавнего времени. И когда мы задавали вопрос, каким вы видите приоритетным вектор развития Приднестровья, европейский, евразийский, независимость, еще какие-то вещи, что мы получили в результате этих исследований? Население наше открыто для диалога с любыми странами, государствами, либо же объединениями государств. Но всегда приоритетным является российское направление, и эта идея, которая сейчас, в общем-то, обсуждается, и она должна, на мой взгляд, широко обсуждаться в обществе, она должна быть понятной для людей. И если говорить, возвращаясь к исследованиям, то, безусловно, эту идею нужно также и проводить в мониторинге социологические, чтобы понимать, как меняются взгляды людей по мере развития этой идеи, по мере формирования именно этого союза и так далее. Спасибо, Елена Михайловна. Теперь хотелось бы услышать мнение самой России, как она видит перспективы развития таможенного союза и процессов евразийской интеграции. Какие практические шаги здесь планируется предпринимать в ближайшем будущем, и какие возможности здесь открываются перед Приднестровьем? Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований в нашей студии, Василий Борисович Каширин, пожалуйста. Спасибо. Я хотел бы начать с того, что для меня большая честь представлять здесь, в Приднестровье, тот самый институт, Российский институт стратегических исследований, в котором 21 февраля этого года президент Приднестровья Шевчук сделал заявление, которое впоследствии, я надеюсь, станет историческим. Заявление о евразийском векторе внешней политики Приднестровья. Это действительно очень важное заявление. И я хотел бы сказать еще, что, по моему убеждению, Приднестровье не опоздало с присоединением к процессам евразийской интеграции, потому что процессы эти в самом начале. И, возможно, мое мнение покажется кому-то крамольным, что эксперт на государственной службе России высказывает некий скепсис относительно евразийской интеграции, скепсис относительно того, что удастся выполнить все в полном объеме, как это заявляется. Но процесс, безусловно, начат, процесс предельно амбициозный. Я бы сказал, что это политическая повестка нового срока президентского правления Владимира Путина. И это определенная задача целого поколения. То есть мы будем смотреть, удастся ли сделать все в полном объеме, удастся ли сделать все, что запланировано. Я знаю, что сейчас ведутся серьезные разговоры о необходимости введения единой валюты будущего Евразийского Союза с созданием единого эмиссионного центра. Некоторые эксперты эту идею горячо поддерживают, некоторые, наоборот, с ней готовы полемизировать, высказывать скепсис. Наконец мы наблюдаем, что сейчас происходит очень серьезный, фундаментальный экономический кризис Евросоюза. Для нас очень важно не повторить ошибок. Но, тем не менее, по нашим прогнозам и нашим оценкам, задача ближайших месяцев и лет будет заключаться именно в выстраивании политических структур будущего Евразийского Союза, потому что, повторюсь, очень много сделано в сфере таможенной. Ну и хотел бы сказать два слова о том, как нам в России видится возможная роль Приднестровья в процессах евразийской интеграции. Дело в том, что, безусловно, с этим связаны для Приднестровья и определенные риски, и определенные очень большие потенциальные выгоды и преимущества. Я бы сказал, что, безусловно, связаны политические риски с позицией Запада, но Приднестровью не привыкать к очень сильному дипломатическому, политическому давлению, который оказывается на него с той стороны. Приднестровцы в этом живут, в этой атмосфере уже 20 лет, и их это уже не удивит. Их не удивит та волна критики, которая будет следовать за каждым новым шагом Приднестровья к евразийской интеграции. Но я считаю, что приднестровцы должны готовиться к определенным экономическим издержкам, связанным с необходимостью переориентировать свою экономику на рынок СНГ, на рынок таможенного и евразийского пространства. Но я хотел бы подчеркнуть, что мне представляется очень важным в данный момент, это то, что если мы наблюдаем на всем пространстве бывшего Советского Союза очень сильный дефицит идейный, дефицит идеологический для создания той самой базы будущего Евразийского Союза, то в Приднестровье этого дефицита не наблюдается. Потому что в психологическом, в моральном и, не побоюсь этого слова, в идеологическом отношении Приднестровье полностью готово к интеграции. В конце концов, Приднестровье не выходило из Советского Союза. В каком-то смысле Приднестровье является нуклеусом в идейном и в моральном отношении, нуклеусом будущего большого наднационального, мультинационального, мультиконфессионального объединения. Ну и, наконец, очень важно говорить о том, что если мы видим на пространстве многих постсоветских республик, мы наблюдаем явное нежелание элит, мы видим горячую волю народа и нежелание элит двигаться в сторону интеграции. Это свои какие-то местные, местнические комплексы, фобии, амбиции. Так вот, мы не наблюдаем того же самого у Приднестровской политической элиты. Она может внутри себя полемизировать по различным вопросам политики, но что касается необходимости теснейшей интеграции с соседями по бывшему Советскому Союзу, то есть евразийской интеграции, мы наблюдаем глубочайший консенсус всех основных конструктивных, здоровых политических сил Приднестровья. И это нам представляется очень важным. Спасибо большое, Василий Борисович. Ну, действительно, в идеологическом смысле у Приднестрова проблем нет, но гораздо больше проблем в экономическом смысле. Наверное, тут, наверное, сконцентрировать именно на решении экономических проблем для Приднестрова было бы очень важным. И поэтому, раз уж мы заговорили об этой теме, хотелось бы услышать несколько цифр и разъяснить экономическую составляющую данной внешторговой деятельности Приднестровья. Было бы интересно узнать, как это коррелирует в определенном смысле с общественным настроением. На студии присутствует заместитель председателя Государственного таможенного комитета Приднестровья Борис Панько. Борис Федорович, с кем мы торгуем активнее? В первую очередь хотелось бы отметить, что составляющие экспорта как в таможенный союз России, Белоруссии, Казахстан, так и Европейский союз, они, в принципе, находятся на одном уровне. Что касается импорта, то у нас экономические агенты во много раз больше торгуют с таможенным союзом, нежели с Европейским союзом. Что касается самой структуры экспорта, то, наверное, хотелось бы отметить то, что по своей сути торговля или введение внешнеэкономической деятельности с европейскими странами является это переработка довальческого сырья. То есть к нам в основном поставляется на переработку довальческое сырье и вводится отсюда готовая продукция. Что касается России, Белоруссии и Казахстана, то здесь присутствует так называемый чистый экспорт-импорт, где идет торговля в соответствии с другими нормами и другими параметрами. Что касается вектора евразийской интеграции, то таможенные органы нашей республики давно уже очень активно сотрудничают с таможенным союзом. Что с Европейским союзом у нас, к сожалению, похвастаться особо нечем. Мы только можем говорить теоретически о каких-то наработках. У нас были попытки с ними наладить контакты, но однако они все переодвисовывались в официальные органы либо структуры Кишинева. Что касается таможенного союза России, Казахстана и Белоруссии, то мы с ними сотрудничаем очень давно. Они оказывают нам большую практическую помощь как в отношении представления информации по материалам тех дел, которые находятся в таможнях, по таможенным расследованиям в отношении тех либо иных преступлений, которые находятся в компетенции таможенных органах. Мы взаимодействуем по таможенной статистике и также мы взаимодействуем по вопросам страны происхождения. Отдельным вопросом следует отметить, наверное, наше сотрудничество с Российской Федерацией, непосредственно с Федеральной таможенной службой, это в области образования. Мы очень давно наладили двухсторонние контакты и Российская таможенная академия нам предоставляет места на очные отделения. С каждым годом их количество увеличивается. Для сведения скажу, что в 2010 году их было четыре, в 2011 году их было семь. В этом году уже десять преднестровских выпускников по целевому направлению Государственного таможенного комитета поедут на обучение в Российскую таможенную академию. Что касается заочников, то и переподготовки кадров у нас очень серьезная идет работа. У нас уже есть выпускники Российской таможенной академии, которые закончили заочное отделение. Ежегодно от пяти до десяти человек направляются на перепрофилирование, либо переподготовку, либо повышение квалификации. То есть методологически мы, в принципе, сотрудничаем и имеем те же самые принципы работы. Мы сотрудничаем очень давно, и для таможенных органов вектор Евразийского, он уже определился очень давно, и об этом нужно констатировать. Таможня свой выбор давно уже сделала. Хотелось бы рассмотреть экономический аспект этой проблемы более подробно. Я хотел бы обратиться с вопросом к вице-президенту торговой промышленной палаты Приднестровья Юрию Ганину, Юрий Грёвич. Какие дополнительные возможности дает нашим предприятиям и вообще экономике интеграции евразийской структуры? А может, все-таки более привлекательные европейские? И выдержим ли мы конкуренцию с более крупными, более технологически развитыми компаниями России, Белоруссии, Казахстана, Европы? С какими вообще трудностями можем здесь столкнуться? На самом деле, если говорить об экономическом аспекте нашей темы, то совершенно неоднозначный вывод, что евразийское пространство для нас намного выгоднее европейское. Потому что мы должны понимать, что это мощная цивилизация, это огромная экономика, это очень организованные общества. Даже сопоставляя, если некие макроэкономические показатели Европейского Союза и, ну, например, СНГ, то, конечно, здесь более высокие цифры, высокие показатели Европейского Союза. Ну, например, даже по числу потребителей Европейский Союз — это 500 миллионов возможных потребителей, а только 175 — это Евразийский Союз. Ну и так далее. Огромная разница в ВВП, в ВВП на душу населения, там 30 тысяч в рамках СНГ, это где-то 13-14 тысяч долларов на человека. Вот. Казалось бы, почему нет? Почему не Европейский Союз? И теоретически можно рассматривать вариант, что Приднестровье каким-то образом оказывается в рамках Европейского Союза, но, безусловно, только вместе с Молдовой. Так вот, путь в Европу через Молдову — это настолько огромные риски, однозначно которые могут привести к тому, что Приднестровье совершенно потеряет свою самостоятельность. Причем эти риски, они ожидаемы. Им нужно готовиться, потому что сама по себе постановка вопроса о нашей стратегии, новой стратегии, она, безусловно, вызовет противостояние, противодействие с другой стороны. И такие действия наверняка будут предприниматься, и к ним надо быть готовым. Потому что отказ Приднестровья от совместного пути с Молдовой в Европу — это означает продолжение той программы, которая сегодня продолжается. Надо сказать, что с 2001 года мы очень серьезно снизили статус Кву Приднестровья. И то, что сегодня происходит с нашими предприятиями, которые мы на основе постоянной регистрации, временной регистрации, фактически каждые полгода это наступление на наш бизнес, на наши предприятия, оно развивается. И если Приднестровья откажется от совместного пути с Молдовой, вполне возможно, что Молдова вместе с Европейским Союзом лишит всех преференций нашей предприятия, которые работают с Европой. Что такое для нас евразийское пространство? Я не думаю, что нужно много говорить о том, что это наше пространство, оно родное, оно для нас историческое. С точки зрения экономики, как бы там ни было, только со стороны Востока мы все эти годы получали поддержку. И получали, и получаем. То есть мы что-то сегодня с Востока уже имеем. Эта поддержка немалая. Это и техническая финансовая помощь, и гуманитарная техническая помощь, и сырьевая помощь, разные вещи. У нас очень мощная производственная кооперация. Она была и она сохранилась. У нас совершенно нет такой кооперации с Европейским Союзом. Наконец, наша банковская система, она вообще существует только лишь потому, что наши банки имеют корреспондентские счета в Российской Федерации в первую очередь. И поэтому изменение этого вектора, это однозначно, что мы теряем и финансовую систему, мы теряем большую промышленную базу и так далее. Кстати, сейчас активно обсуждаются перспективы и Молдовы, не только Приднестровья, вступления в Европейский Союз. И однозначно, что европейские исследователи говорят о том, что Приднестровье и Молдова вместе, что они потеряют? В первую очередь, например, бедные станут жить еще хуже. Приблизительно 10-15% населения, которые относят себя к среднему или богатому классу, да, станут жить лучше. Но, например, такие сферы экономики, как мясо-молочная продукция, прогнозы, что однозначно она не сможет выдержать конкуренцию. Однозначно, что мы потеряем наши машиностроительные предприятия. И это говорят исследователи европейские, которые прекрасно знают возможности европейской экономики и недостатки, и проблемы нашей экономики. Поэтому с разных точек зрения и с экономической в первую очередь, конечно, мы должны быть привержены восточному вектору. Но стратегия – это всегда план действий. Поэтому мы должны быть готовы к тем проблемам, которые нас ожидают, и готовятся к ним. Это означает, что мы должны укрепить статус-кво нашей экономики, наших предприятий. Да, нам нужно на государственном уровне сегодня думать о том, как поддержать развитие наших предприятий на восточном рынке. То есть если эта концепция будет подкреплена какими-то конкретными шагами, с хорошим планом действий, и будет, так сказать, на повестке дня ежедневно, тогда это на самом деле станет такой национальной нашей идеей. Действительно очень важно принимать во внимание тот аспект, что Республика Молдова собирается вступить в зону свободной торговли с Евросоюзом, провела уже несколько раундов переговоров. В какой ситуации может оказаться в связи с этим Приднестровье? Приднестровье оказывается в ситуации, когда с одной стороны, совсем рядом присутствует зона свободной торговли с Евросоюзом, и возможно, что независимо от того, хочет Приднестровье или нет, оно, возможно, будет туда вовлечено. Но и с другой стороны, возникает резонный вопрос, как в этой ситуации вести себя самому Приднестровью, какие у нас есть рычаги для того, чтобы иметь возможность преодолеть эти трудности. Нас вообще будут спрашивать, особенно если Украина и Молдова окажутся также в одной зоне свободной торговли с Евросоюзом. Этот вопрос я хотел бы адресовать кандидату экономических наук, заместителю декана экономического факультета Приднестровского госуниверситета, Ивану Николаевичу Узукову. Пожалуйста. Спасибо. На мой взгляд, те процессы, которые мы наблюдаем, они, прежде всего, связаны с развитием Придчерноморского региона, к которому относится и наша республика. Потому что, хотим мы этого или нет, но наша республика находится на пересечении потоков, как финансовых, так и товарных потоков. И мы, конечно, должны учитывать и интересы ближайших государств, в том числе и Европейского союза. Тем более, как вы уже сегодня сказали, доля экспорта в Европейский союз у нас довольно-таки существенна. Мы это не должны забывать. Совсем недавно проходил общественный совет в Министерстве иностранных дел и поднимался вопрос, а куда нам все-таки посмотреть, на Запад или на Восток? На мой взгляд, при разработке нашей концепции будущей необходимо учесть, прежде всего, развитие, стратегическое развитие нашего Причерноморского региона, в том числе и Приднестровья, как одного из элементов этого региона в целом. Потому что мы можем совершить небольшую ошибку, несмотря на то, что мы с Россией довольно-таки тесно связаны, и в некоторых вопросах действительно интегрированы. Например, наш Приднестровский университет в плане образовательных стандартов. Мы работаем по российским стандартам, и это помогает нашим выпускникам, прежде всего, потом и работать в той же самой России. Тем не менее, мы не должны допустить ошибку, чтобы политика давлела над экономикой. Как известно выражение, что политика – это концентрированное выражение экономики. И поэтому при разработке концепции мы должны учесть именно развитие нашего Причерноморского, подчеркиваю, региона, не только республики, а в том числе и наших соседей. То есть обратить внимание о векторе развития той же Украины, на что она пойдет? Все-таки на Европейский союз или на Россию? Потому что наличие такого соседа, как Украина, его нужно учитывать обязательно. Не только развитие таможенного союза, но и, прежде всего, развитие наших соседей. Фактор Украины, конечно же, очень важен, и мы обязательно вернемся к этой теме. Но хотелось бы продолжить изучать ситуацию, связанную с Республикой Молдова. В этом отношении хотелось бы адресовать вопрос с председателем Конгресса русских общин Республики Молдова Валерию Ивановичу Клименко. Валерий Иванович, какое отношение к евразийской интеграции у общественности Молдовы, в том числе и у властей? На ваш взгляд. Вы знаете о том, что в Молдавии сейчас идет сбор подписей. Граждан Молдовы необходимо собрать более 200 тысяч подписей, для того, чтобы потребовать от властей Молдовы провести референдум о вхождении Молдовы в таможенный союз. Вся проблема в том, что сколько бы подписей не было собрано, все равно решение окончательно принимает Молдавский парламент. Исходя из того, что сегодня в Молдавском парламенте большинство тех, кто видит будущее Молдовы в Европейском союзе, я более чем уверен, что этот референдум не состоится, и мнение жителей страны будет проигнорировано. Хотя настроение жителей Молдовы в основном по данным социологических исследований большая часть жителей Молдовы, во-первых, симпатизирует России и лично президенту России Владимиру Владимировичу Путину. С одной стороны, а с другой стороны, более 60% по данным социологических исследований жителей Молдовы хотели бы видеть свое будущее в теснейшем сотрудничестве с Россией. Это первое. Второе, что я хотел бы сказать уже, выходя на уровень нашей с вами темы, вот сегодняшней, к разговору о участии Приднестровья в Евразийском сообществе. Надо искать пути, и они есть. Я уверен, что можно будет найти варианты при условии непризнанности Приднестровья стать членом Евразийского союза. Я вижу это, прежде всего, через призму, повторяю, некоторого экономического союза с признанными государствами, где Приднестровье может даже и... Оно не будет в рамках экономического союза называться Приднестровская Молдавская Республика. Оно может называться Приднестровье, как некая географическая территория. Кстати, а то, что Молдова будет всячески этому противодействовать, можете в этом, господа, не сомневаться. И здесь вариант только один возможен. Если действительно некоторые политики в Молдавии и в Москве, я знаю, вынашивают идею в следующих парламентских выборах, которые состоятся в Молдове, вынашивают идею активного участия приднестровских избирателей в избирательной кампании по выборам депутатов Молдавского парламента с тем, чтобы за счет голосов приднестровских избирателей переломить саму ситуацию в Молдавском парламенте. Где можно было бы, имея большинство в Молдавском парламенте за счет приднестровских, в том числе, избирателей, развернуть вектор внешней политики Молдовы в сторону Евразийского союза? Это тоже, как один из вариантов, который в перспективе позволит при этой комбинации, позволит на легальном уровне уйти в Молдове вместе с Приднестровьем в Евразийский союз. Но тут уже будет очень многое зависеть от приднестровского руководства, от народа Приднестровья. Пойдет ли оно на том, чтобы участвовать в... Я считаю, я вот сторонник того, что приднестровцы могли бы помочь нам в Молдове изменить политическую конфигурацию в целом стране и в парламенте в частности, с тем, чтобы вместе тогда развернуть внешнеполитический вектор Молдовы. Но, повторяю, политическое руководство Приднестровья и народ Приднестровья в этом смысле должен сказать свое слово, то ли да, то ли нет. Да, тут я с вами согласен, захочет ли сам народ Приднестровья участвовать в этих процессах. Виталий Викторович, хотелось бы обратиться, возможно, за комментарием к вам, в связи с тем, что действительно очень сложная проблема возникает. Какие у Приднестровья есть рычаги, поля деятельности для того, чтобы самостоятельно выбирать, куда интегрироваться? Евразийский союз или все-таки нас за собой кто-то потянет в Европу, Европейский союз? Ну, я хотел бы отметить, что Приднестровье в силу своего формата, в силу естественных причин, геополитических причин, это государство, которое вынуждено выбирать самый оптимальный формат, фарватер, которое вынуждено ориентироваться на мощные глобальные течения и тенденции. И, безусловно, тенденция европейской интеграции, эти мощные процессы, которые мы наблюдаем сейчас в нашем общерегиональном пространстве и на молдавском направлении, и на украинском, они, безусловно, оказывают прямое непосредственное влияние на Приднестровье. И здесь мы наблюдаем тенденцию восточную, и евразийская интеграция, она набирает свои обороты. И в этих условиях, конечно же, мы будем использовать весь арсенал, весь спектр возможностей, которые перед нами открываются, для того, чтобы выбрать тот форматер, который обеспечит нам безопасность нашего государства, стабильность и, в первую очередь, интересы, защиту прав нашего народа, нашего приднестровского населения. Я хотел бы отметить, что обратиться к тезису, который обозначил Юрий Григорьевич, относительно того, что Приднестровью предлагают вместе с Молдовой интегрироваться в Европу. К сожалению, наверное, все-таки Приднестровью точно не предлагают интегрироваться в Европу, и уж точно не вместе с Молдовой. Если и что на протяжении более чем 20 лет предлагали Приднестровью, то это, конечно же, безальтернативный вариант объединения, реинтеграции с Молдовой. Я хочу отметить, что и у европейских экспертов есть вполне резонные сомнения в будущем формате Республики Молдова. У самого политикума и населения Молдовы тоже есть разные позиции, разные взгляды на свои перспективы. И если политический класс считает, что европейская интеграция – это приоритет, то в какой форме и в каком формате она в конечном счете будет реализована – это, безусловно, вопрос времени. Поскольку есть для Молдовы ворота Румынии, положим, да, и этот фактор или этот механизм для Приднестровья является неприемлемым, как, в принципе, неприемлемая идея интеграции с Молдовой. Речь идет о построении и о легитимизации, международном признании того реального факта, того завоеванного состояния, которое мы достигли на протяжении более 20 лет независимого государственного развития. И я хотел бы обратить внимание, что в рамках европейской интеграции у Приднестровья есть возможности, есть отдельные экономические зоны, но европейские представители не предлагают Приднестровью альтернативные варианты, не предлагают возможность выбора. К сожалению, нам по умолчанию предлагается некий очень неявный вариант. И те процессы, которые происходят по линии анализа или по линии переговоров в рамках зоны углубленной свободной торговли с Молдовой и Европейским Союзом, они показали, что там даже на уровне экспертных предварительных оценок и анализа нет места Приднестровью. Приднестровье не анализируется с точки зрения экономической статистики, с точки зрения анализа рисков, угроз, выгод, преференций. Я уже не говорю о том, что нет видения и понимания, как это может быть реализовано с учетом современной реальности, с учетом того, что в рамках политического процесса мы сосредоточены на решении конкретных состарелых экономических проблем. И статусные вопросы, политические вопросы, это вопросы будущего, это вопросы, которые возможно решать только при достижении конкретного продвижения, при достижении конкретных результатов на уровне экспертных рабочих групп в том числе, при достижении определенной атмосферы доверия, которая крайне необходима для подхода к политическому уровню. Поэтому это действительно очень сложная проблема, и я думаю, что сама реальность, она не представляет очень широкого выбора для Приднестровья. Я хотел бы обратить внимание также на факторы региональной безопасности. Это миротворческая операция, это мир на Днестре. Именно этот фактор является основой в том числе и для политического урегулирования. Именно это позволяет нам сегодня решать постепенно железнодорожную проблему, искать пути решения вопросов транспортных, вопросов социальных, гуманитарных, по линии здравоохранения, образования и так далее. И этот фактор, на мой взгляд, в нашем регионе, он тоже является очень существенным. Мы знаем инициативу России о построении общего пространства европейской безопасности, мы знаем неявную реакцию Европы, и мы видим, что происходит в процессе размещения элементов американской системы ПРО в Румынии, которая должна закончиться к 2015 году. Мы видим, как активно Республика Молдова участвует в процессе интеграции с структурами НАТО. И это те факторы, которые оказывают прямое непосредственное влияние на геополитический формат региона всего. Это факторы, которые являются вызовами с точки зрения жесткой безопасности, так называемой hard security. И, безусловно, это будет влиять на выбор этого фарватера и на выбор конечного пути Приднестровья в контексте стратегии интеграции. Это тоже необходимо учитывать. Я думаю, что весь комплекс этих элементов ставит перед Приднестровьем вопрос действительно очень актуальный и серьезный. Станет ли выработка этой концепции, этой стратегии национальной идеей? Я думаю, что станет, поскольку от этого зависит наше будущее, от этого зависят условия жизни наших детей, от этого зависят наши интересы, интересы нашего населения. Поскольку, как очень справедливо отмечалось, наши предприятия за многие годы очень серьезно теряют в экономике. Они находятся под постоянным прессингом, и этот прессинг носит разноплановый и многоуровневый характер. И, конечно же, в этих условиях мы, очевидно, наверное, встанем перед дилеммой, что важнее, интересы некоторых предприятий или интересы полумиллионного народа Приднестровья. И я думаю, что мы сможем совместить решение этих вопросов как раз в рамках вектора евразийской интеграции. Спасибо большое. Хотелось бы обратить внимание на еще один очень важный аспект, очень важный фактор, который серьезно влияет на выбор Приднестровья, на состояние экономики Приднестровья, на вообще ситуацию в Приднестровье. Это же, конечно же, соседство с Украиной. Нужно принимать во внимание еще тот аспект, что Украина как раз является страной, которая, в определенном смысле, получилась барьером между Приднестровьем и ближайшими границами с Россией. Какова ситуация в самой Украине? Как она сама воспринимает перспективы интеграции в евразийские структуры? Для участия в дискуссии мы также пригласили директора Центра исследований Южноукраинского пограничья Владимира Кузьмича Корбова. Как вы полагаете, со своим желанием интеграции в евразийские структуры мы будем вынуждены ждать, пока это сделает Украина? Вообще, как Украина сама воспринимает такое предложение со стороны евразийского сообщества? Я бы не говорил вынуждены и не говорил бы ждать, а говорил бы считаться. Конечно, с Украиной, с фактором Украины, безусловно, надо считаться. И Приднестровью, и Молдове, и России, и многим другим странам. И, конечно же, судьба Приднестровья и судьба Украины настолько тесно связаны, что наши государства очень влияют друг на друга. И вы не думайте, что только ситуация на Украине влияет на вас, но и ситуация в Приднестровье оказывает воздействие на Украину. Сегодня новые ветры веют над Украиной. Вы, наверное, видите схватку политических сил Украины вокруг языкового вопроса. Вам это понятно, этот накал, потому что в 92-м году вопросы языка во многом стали пускателем многих процессов конфликта. И, конечно же, мы видим, что Юго-Восток и партия регионов Янукович перешли в политическое наступление. И мы видим, что Янукович назвал США, Китай, Россию, но не назвал Европу. И это не случайно. Есть определенное разочарование в перспективах евроинтеграции. И евроскепсис, скептическое отношение к евроинтеграции постепенно начинает набирать на Украине обороты. И я вам скажу, что во многом влияет и вот такое заигрывание с Молдовы Европейского Союза, когда говорят, что вот Молдова и стран восточного партнерства наиболее готовы. Это уязвляет политическое самолюбие Украины. И говорит о том, что наши надежды прежние войти в Европейский Союз оказываются тщетными. Вы знаете анекдот, говорит, когда Украина войдет в Евросоюз? После Турции. А Турция когда? Никогда. И мне кажется, что сегодня вот набирает силу вот это ощущение. И все больше людей задумываются о необходимости евроазийской интеграции. Но я думаю, что сегодня мы стоим перед вызовом. И этот вызов состоит в том, что не политика делается, история делается не всегда по уму, а по сердцу. И мы говорим о публичной дипломатии. О том, что сегодня, конечно же, нужно дополнить тот интеллектуальный потенциал, и ту закулисную большую работу, и эту тайную дипломатию, дополнить публичной дипломатии. Мне очень нравится идея этой передачи. Очень нравится, что сегодня Приднестровский МИД открывает свои возможности и советуется с народами, пытается объяснить. Потому что образы внешней политики, да, они, может быть, к науке внешнеполитической не имеют отношения, но они играют огромную роль. И мэрии, и власть ориентируются на то, что избиратели думают о внешней политике, ориентируются на их, я бы сказал, внешнеполитические чувства. Понимаете? И, конечно же, когда создается концепция внешней политики государства, надо думать не только об арифметике, куда больше экспортируют Приднестровье. Мы знаем, куда больше экспортируют. Но и что люди хотят, с кем они хотят вместе жить в одном доме. И вот этот дом евразийский, это тот дом, откуда мы вышли и куда мы должны вернуться. Евразийская интеграция – это базисная ценность, спасибо внешней политике наших государств. Я хотел бы не забыть сказать один сюжет, очень важный, публичной дипломатии. Когда я думаю, чем Приднестровье отличается от Херсона? Да, те же люди, наши герои Суворов, Ушаков, Екатерина, Потемкин. У Приднестровцев Суворов, Ушаков, Потемкин, Екатерина. Практически те же идолы, те же исторические мифы, та же история, те же ценности. Но что отличает нас? Херсон никого не интересует, а Приднестровье интересует весь мир. И это для имиджа Приднестровья имеет огромное значение. Вот этот всемирный интерес к этому маленькому клочку суши – огромное имеет значение. Пора подумать, как заставить этот фактор работать на имидж Приднестровья. Спасибо большое, Владимир Кузьмич. Как раз вы затронули тему, которую я сам хотел поднять. Это очень важно, на мой взгляд, также. И работа на информационном уровне, наверное, будет очень полезна, как вы сказали, и для самого Приднестровья, и для его имиджа. Вот мы сегодня обсуждаем эту тему. Это вопрос публичной дипломатии. И хотелось бы задать вопрос Игорю Петровичу Шорникову, начальнику управления публичных коммуникаций МИДа Приднестровья. Обсуждая этот вопрос, обсуждая публичность проблем, которые мы здесь поднимаем, как можно их максимально эффективно довести до понимания широкой общественности? Я бы хотел, прежде чем коснуться, перейти к вашему вопросу, согласиться с многими экспертами, которые высказали мнение о том, что у нас нет будущего в Европейском Союзе. Здесь уже поднималась тема о том, что довольно-таки масштабные задачи мы перед собой ставим, и, может быть, даже частично невыполнимую задачу ставим. Но я хочу напомнить, что преднестровцы уже неоднократно перед собой ставили задачи, которые многим казались невыполнимыми. Когда-то мы создавали свое государство, мало кто верил, что получится. Сегодня мы отмечаем 20 лет преднестровской дипломатии. Я считаю, что наше государство уже состоялось. В 1992 году абсолютно безоружные люди выступили на защиту своей государственности, и мало кто верил, что возможно выстоять в вооруженном противостоянии с Молдовой, там, где были регулярные войска. Мы, слава богу, живем в фактически независимом государстве. В 2006 году была у нас экономическая блокада. Заблокировали с двух сторон. Где? У нас нет общей границы с Россией. Был ли у нас тогда шанс? Был. Мы его использовали. Мы смогли сплотить свое общество, консолидировались. Сейчас, если мы хотим сохранить свою самобытность, если мы хотим продолжать чувствовать себя людьми, а не негражданами, как, допустим, в таком состоянии живут русские в Прибалтике, у нас просто нет другой альтернативы, как идти в Евразийский Союз. Мы ставим масштабную задачу, грандиозную задачу, невыполнимую, как кто-то может подумать. Но если мы сможем консолидироваться вокруг этой идеи, мы эту задачу обязательно выполним. Каким образом? Вот я упомянул 2006 год, экономическую блокаду. Мы смогли выставить благодаря России. Россия нам смогла помочь только после того, как организовала масштабную информационную кампанию по спасению Приднестровья. Здесь была масса центральных российских каналов, и только после этого Россия смогла предпринять действия на политическом уровне. Я считаю, что у нас есть возможности сейчас начать процесс евразийской интеграции, именно задействовав информационный ресурс. У нас в России много друзей. Нам помогают, нам могут помочь и в информационном плане. Если мы сможем сформировать в российском общественном сознании социальный заказ, убеждение, что Приднестровье – это неотъемлемая часть евразийского пространства, что оно должно оказаться там, то когда мы будем сотрудничать, пытаться проводить эту политику в экономической сфере, по линии таможни, то нам будет гораздо проще это осуществлять. То есть наши коллеги будут понимать, что интеграция Приднестровья в евразийские структуры, она неизбежна. Дорогие друзья, в нашей сегодняшней передаче мы пытались понять, перед каким же выбором стоит Приднестровье, и выяснить, почему приоритетной задачей внешнеполитической работы наша республика ставит перед собой евразийскую интеграцию. А также, какие именно шаги необходимо сделать для того, чтобы обеспечить право на достойную жизнь и эффективное развитие. Вы смотрели проект «Публичная дипломатия». Спасибо за внимание и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...